Дорогая церковь, я вас всех приветствую. И знаете, есть очень знаменитая притча в 13 главе Евангелия от Матфея, которую просто хочется вспомнить именно в этот день. Она начинается со слов «И вышел сеятель сеять». Вот если провести параллель, или говоря в современных реалиях нашего времени, как мы сейчас находимся, можно это перефразировать так. «Вышел пастор на проповедь». И дальше мы знаем продолжение. Было четыре вида почвы. И вы в курсе, что только одна из них оказалась доброй почвой, которая смогла принять это семя, чтобы потом принести плод. Опять-таки переносимся сейчас в нашу реалию. Получается так, что только каждый четвертый сейчас человек будет способен слышать так Божье Слово и растворить его в своем сердце. Чтобы оно принесло добрый плод для Царства Божьего. Немножко обидно и грустно, правда? Но это реалия жизни. Даже взять и сравнить сначала служение нашей ряда и теперь. Уже у кого-то попали стерни, увлекла суета. Уже где-то у кого-то, может быть, появились какие-то камушки. Или мы помним, что птицы украли эти зерна. Но для меня, как для представителя Воскресной школы учителя, мамы, очень тревожно и беспокойно то, что, говоря о современных реалиях, вот этими птицами и каменьшками, и тернием является вот эта штука. Я хочу немножко об этом говорить с вами. Потому что это касается не только наших детей, это касается всех нас. Давайте в этот день мы взвесим, насколько наши сердца, являясь доброй почвой, способны открываться для Божьего Слова. Сколько мы времени посвящаем Ему. Насколько мы любим Божье Слово. Давайте об этом порассуждаем. Пастор вышел на проповедь. Почему я должен его слушать? Проповедник и телефон. Что интереснее? Бегущая картинка по телефону или статичная фигура проповедника? Вышел, да и вышел. Я что, читать не умею? И Библию у меня есть. Включу и сама прочту, что мне хочется, а не то, что мне навязывают. Пастор вышел на проповедь. А кому это интересно? Ну, может, ради приличия послушать? Но я хочу мыслить и жить так, как я хочу. Хочу свободы. И не надо меня ничему учить. Пастор вышел на проповедь. А долго он там будет стоять? Скучновато как-то так. Возьму телефон. Глаз не оторвать. Это ведь мой переводчик. Это мой фонарик. Мой навигатор. Моя забава. Моя энциклопедия. С ним я везде. Можно забыть что угодно, но не телефон. А Бог. Вот чего он решил оставаться невидимым? Явился бы где-то. Тогда я бы первой побежала туда, посмотреть на него и сделать с ним селфи. Слушать живого проповедника? Скучно. Он вообще из какого века? Вчерашний день. Хватит. Хватит. Он говорит нам нотации призывов, лекции, обличений. А кто там вообще выступает? Неужели он думает, что умнее меня? У меня такая же Библия. У меня такая же Библия, и я могу сама общаться с Богом. У меня с ним личные отношения. И никто не должен в это вмешиваться. Пастор вышел на проповедь. А не пора ли ему закругляться? Так, сколько там времени осталось? О нет, он продолжает. Так, нужна смена картинки. Где мой телефон? Я уже без него не могу. Так же, как и он без меня. Безлимитный, вечный, бесконечный. Вдруг голос. Человек, где ты? А ты где? Я в шепоте тихого ветра. Я в голосе чуткой совести. Я в слове. 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 А что же это за слово, в которое ты облег себя? Евангелие, Евангелие, Евангелие. А где же мне тебя услышать? Среди людей веры. Так я уже разучилась слушать, разучилась верить. Учись заново. Другого пути нет. Начинай сначала. Слушай. Вот первая заповедь. А зачем мне даны глаза? Разве не для того, чтобы видеть? Да. Именно для этого. Смотри в небо. И там ты найдешь меня. И слушай. Смотри в собственное сердце. И там ты найдешь меня. И слушай. А телефон? Это он для тебя, а не ты для него. Учи жить без видеопротезов. Проживи один день без костыле и протезов. И ты непременно в этот день услышишь меня. Пастор вышел на проповедь. А может мне действительно послушать? В начале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. Слово Твое. Светильник ноге моей. И свет стезе моей. Слово Твое есть истина. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Пастор вышел на проповедь.